Смелые проекты, неординарные решения, победители и номинанты, а самых талантливых и перспективных в программе Вундерленд на Халых Радиоса. Из 40 участников в финал вышло 18 авторов проектов, из которых три лучших пробились в лидеры. Первое место занял проект «Ареди» – это обучение школьным предметам через технологию AR. Второе место занял проект по переработке боя стекла и производству изделий из него. Третье место заняла работа по разработке приложения SmartBell, позволяющее через смартфон вести наблюдение за своим домом. С помощью него можно узнать, кто звонит и при необходимости дистанционно открыть дверь. Авторы лучших проектов были награждены ноутбуками и айпадами. Кроме того, ряд перспективных проектов, отобранных стартап-академией, получили дополнительный шанс на реализацию. Это производство 3D-принтеров, которые в несколько раз дешевле своих существующих аналогов на рынке, и игра для айфона по распознаванию жестов на лице человека. Герой нашей передачи сегодня – один из победителей областного конкурса стартап-проектов Азамат Бекбулат, ученик 10-го Би-класса Назарбаев интеллектуальной школы. Вместе со своими одноклассниками он разработал приложение, которое завоевало первое место, а две других работы получат финансирование и будут притворены в жизнь. Азамат, расскажи, пожалуйста, о стартап-проектах, которые у тебя выиграли в областном конкурсе. Мы представили три проекта, два из них получили финансирование, и один получил главное призовое место. Первое место заняли мы с помощью проекта обучения детей с помощью дополненной реальности и яр-технологии. Этот проект мы разрабатывали уже с лета и также участвовали в этом стартапе, но выиграть тогда не получилось. Мы доработали этот проект, улучшили его, и в этот раз все-таки получилось выиграть. Этот проект подразумевает 3D-фигуры, которые объясняют детям уроки. С помощью вашего смартфона, либо же планшета, вы сможете наблюдать за, например, карточкой, и будет появляться 3D-учитель, 3D-объекты, например, по биологии, например, сердце, и будет говориться про это сердце. Вы сможете рассматривать его со всех сторон и понимать предмет. Два остальных проекта, это первое, Live English, также его разрабатывали мы троем, Ельжанер Кевлан, Токтаган, Второхан. И с помощью этого приложения мы сможем, например, уфотографировать объекты и узнавать сразу же их перевод с помощью смартфона. Третье приложение – это разработка игр для Face ID. Мы знаем, что сейчас компания Apple выпускает новые смартфоны со своей очень крутой камерой, Face ID называется, которая может сканировать ваше лицо. И мы хотим делать игры, чтобы вы управляли игрой с помощью вашего лица. Например, если поднимали брови, то персонаж поднимается или выполняется какое-либо действие. Вот мы получили финансирование, и до Нового года хотим уже разработать 2-либо 1 игру и запустить ее в App Store. А кто финансирование предложил? Ну, предложили нам со стартап-академии ПГУ. Они сказали, вот, нам понравилась ваша идея, давайте этим займемся. Насколько трудно было разрабатывать эти стартап-проекты? С какими сложностями столкнулись? Мы сталкивались со сложностью, например, если рассмотреть AR, там была сложность создать 3D-модели и подготовить качественный урок по каким-то темам. Сложность Live English была, чтобы был перевод на казахском. А сложность Face ID – это сама вот эта разработка игр, тестирование. Ведь у нас не было устройства iPhone, с помощью которого мы могли бы тестировать. И ПГУ хочет нам, чтобы профинансировать это устройство, чтобы мы уже смогли на нем тестировать нашу игру. Чтобы удивиться, достаточно одной минуты. Чтобы сделать удивительную вещь, нужны многие годы. Клод Адриан Гильвеции. Насколько детям понравятся ваши приложения и для какого возраста они рассчитаны? Наше AR-приложение рассчитано для учеников с 5-го до 12-го класса. Будет основано на программе «Назарбаев интеллектуальной школы». И наша вот эта English, она рассчитана для всех. Ведь это обучение языка. Третье продолжение, оно рассчитано тоже для всех. Ведь если у тебя есть iPhone X, который новый, очень много пользователей, это был самым продаваемым смартфоном в мире. И думаю, им будет интересно заканчивать себе эксклюзивные игры, которые нет, например, на другие смартфоны. Также он для широких круг людей рассчитан, у кого есть iPhone X. То есть для того, чтобы воспользоваться вашими разработками, нужен смартфон во всех трех случаях, да? Или нет? Да, в трех случаях нужны смартфоны. Если в первом это обычный смартфон на Android, либо на iOS. Во втором, в English, это нужен тоже обычный смартфон. Но в третьем, нужен именно iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, либо новый iPad Pro. А кто из кураторов вам помогал разрабатывать проекты? Нам помогал наш руководитель, помогал Инкон Шмеркенович. Он давал нам хорошие советы, обучал основам и помогал с дизайном. А что вы выиграли вот за первое место? За первое место мы получили iPad. Это iPad нового поколения, шестого. Мы были рады, что его получили. Теперь мы сможем создавать дизайн уже не на ноутбуке, а на iPad. И программировать там же. Это очень удобно. Ну, то есть современный iPad. Да, современный iPad. Хороший. А какие-нибудь работы показались тебе сильными, которые смогли бы вам составить конкуренцию? На Startup Academy был очень сильный проект. Мне кажется, это второе место, которое заняла. Одна бабушка, она хочет перерабатывать стекла, которые в Павлодаре, и создавать из них стеклянные изделия и продавать их по городу. Думаю, это очень хороший проект. Как она сказала, она сможет перерабатывать 10-50 килограмм стекла в день и создавать различные скульптуры и все это продавать в городе. Я так поняла, что областной конкурс был для разных участников и возраст тут значения не имел, да? Да, это был не конкурс проектов, это был конкурс стартапов. Главное, это нужна была хорошая идея, и не просто чтобы она помогала, а чтобы она приносила доход. Основная цель была эта. И каждый предлагал свои крутые идеи, и поэтому оценивались. Сколько вы будете зарабатывать, реализуемо ли это, насколько уже сделан прототип. Ну вот, в первом проекте обучения детей с помощью арт-технологий, дополненной реальности, ты говорил, какие-то сложности возникали в первый раз. Это, например, какие? В первый раз мы узнали об этом стартапе и сразу же начали делать этот проект. Мы сделали сырую оболочку, были некрасивые фигуры, была математика и очень простая тема. Когда судьи увидели это, им как бы не понравилось, они ничего даже не поняли. Была очень плохая озвучка. Но в этот раз мы подготовили по биологии, по 9 классу, все темы и сделали хорошие 3D-модели. Все это добавили в одно приложение. И уже на сетевой олимпиаде среди всех внешнестов мы выиграли второе место и отправимся в скором времени на республиканский конкурс. То есть, я правильно понимаю, любой ученик может изучать предмет с помощью смартфона, вот этого приложения, самостоятельно, более, скажем так, реалистично, да? Например, разглядывать предметы очень явственно. Да, наше приложение позволяет, например, по урокам стереометрии все отображается на бумаге. И включить свое 3D-мышление иногда бывает очень сложно. Но тут мы сможем рассмотреть это со всех сторон и понять, что как нарисовано. Или же биология. Мы сможем смотреть, что находится, например. Обычно показывается только передняя часть сердца, но мы сможем там сзади рассматривать все это прям. Все сосуды, например, да? Да, сосуды. Скелет изучать подробно. Скажи, Азамат, а вот допустим, с помощью вашего приложения Life English я, например, смогу подтянуть свой английский язык? Ну, подтянуть свой английский язык, как бы это приложение рассчитано, чтобы ваш словарный запас стал больше. А правила английского языка, грамматика, там не объясняются. Если вы встретили там в жизни какой-то предмет, не знаете перевод, вы можете сразу сфоткать, и он переведет. Например, ноутбук, он переведет как лэптоп. Ну и завершающий такой вопрос, Азамат, как ты думаешь, вот в сфере стартап-проектов, насколько есть будущее? Я просто удивляюсь, насколько много стартап-различных проектов придумывают люди по всему миру. Ежесекундно, можно сказать, появляются новые крутые идеи. Стартап-проекты, они существуют уже давно, но сейчас пользуются популярностью. Например, те же самые мороженые, лед, которые были придуманы случайно, это тоже стартап-проект. И я рад тому, что наш университет, Павлодарский государственный университет, он развивает эту идею и дает толчок молодежи. Первый раз мы видели проекты, они были очень сырые, прям не такие доработанные, были три хороших проекта. Вот сейчас, когда мы уже пришли туда, мы увидели очень много интересных проектов. Было интересно вот знакомиться с новыми людьми, обмениваться знаниями. Я думаю, что вот стартап-проекты у нас, они в дальнейшем станут еще лучше и будут уже реализовываться в нашем городе, в нашей стране. Чтобы удивиться, достаточно одной минуты. Чтобы сделать удивительную вещь, нужны многие годы. Клод Адриан Гильвеций Теперь Азамат Бекбулат и его СО-разработчики поедут на республиканский конкурс научных проектов среди школ страны. Надеемся, что они приедут с победой. Кстати, болеет за Азамата и ребят не только руководитель проекта, учитель информатики Куаныш Магауин, но и куратор Назгуль Конкышева. На Зарбаев интеллектуальной школе разработана такая система, что куратор или педагог-организатор не ведет предметы, а заполняет документацию, проводит родительские собрания, встречает и провожает учеников. Другими словами, несет ответственность за психологический климат своего шанрака, куда входит 43 воспитанника. Всего таких шанраков в школе 16, в каждом по два класса. Назгуль Конкышева отмечает, что все ребята талантливые, каждый в своей сфере. Она готова поддержать их в любую минуту, как в момент победы, так и неудачи, которые, как известно, закаляют характер. Азамат активно принимает участие во внеурочных мероприятиях, различных конкурсах, олимпиадах, проектных работах, а также у него хорошая академическая успеваемость. В школе Азамат посещает курсы робототехники и не раз становился призером в этой области. Его руководитель по робототехнике Магауин Куаныш Меркенович. Помимо этого, Азамат активно принимает участие в спортивных мероприятиях, увлекается спортом, выступает за свой шанрак. Скажите, много таких талантливых учеников у вас? Да, достаточно. В нашей школе обучаются очень интеллектуальные, но в то же время и разносторонние дети. Они и поют, и танцуют, поэтому лично в моем шанраке таких детей очень много. Я ими горжусь. Как поддерживаете их перед большими конкурсами, соревнованиями? Ездите с ними, звоните им. Нет, мы с ними не ездим, но обязательно звоним, желаем удачи, болеем за них, переживаем. Когда они приезжают, всем шанраком дружно их поздравляем. Если они вдруг не выигрывают, находите слова поддержки? Мне кажется, для них ведь это очень болезненно, если вдруг не выиграл или нет? Нет, конечно, это очень сложно для них, если вдруг они не займут место. Но мы в любом случае их поддерживаем. Для нас не имеет значения. Ребенок занял место, либо же просто принимал участие. В любом случае мы ими гордимся, поздравляем их, поддерживаем. Надо, наверное, найти какие-то слова? Обязательно, да. Мы стараемся найти слова поддержки. Чтобы он не расстраивался, а стремился дальше, чтобы руки не опустились. Да, конечно, мы говорим, что на этом не закончились конкурсы, еще будут, еще большие проекты будут. Поэтому, если не сейчас, то в следующий раз обязательно ему повезет. Примерно такого рода мы слова поддержки обязательно говорим. Смелые проекты, неординарные решения, победители и номинанты. О самых талантливых и перспективных в программе «Вундерленд» на Халых Радиоса. Отметим, что областной конкурс «Стартап Уикенд» был организован Павлодарским государственным университетом имени Турайгерова совместно с Управлением индустриально-инновационного развития Павлодарской области и акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация Павлодара». Ведь главная цель конкурса – это поддержка социально значимых инициатив предприимчивых павлодарцев. На этом у нас все. На сегодня вы слушали передачу «Вундерленд». Над выпуском для вас работали Симгуль Суендукова и саунд-дизайнер Рустам Алпыспаев. Всего доброго! Оставайтесь с нами!